Электронные сигареты и электронные кальяны? Да, знаю. А как вы думаете, они вредные или они полезные? Вредные, конечно. А почему вы так считаете? Потому что дым... дым же вред тает. Вредные также вредные. А почему вы в эти вредные? Ну, не знаю. Какой-то вред все равно несет, раз это курение. Так как и обычные сигареты, наверное. Ну, я думаю, есть вред. Потому что это как бы искусственно создано. И если содержит какой-то эффект, который заменяет все-таки человеку натуральный какой-то продукт. Ну, я думаю, что там по-любому содержится. Ну, в каких-то малых дозах, но все равно есть. Электронные сигареты или их разновидность электронные кальяны в последнее время стали настолько популярны, что даже образовали собственную субкультуру – вейпинг. Вейперы, так называют себя любители электронных девайсов, утверждают, что от такого вида курения можно навсегда избавиться от никотиновой зависимости. Но так ли это? О вреде и пользе электронных сигарет мы сегодня и поговорим. У этого парня в коллекции два электронных кальяна. Он без них уже и жизни не представляет. Заменителями табачных изделий Тахир пользуется почти каждый день. Первый электронный кальян ему подарили на день рождения. Второй он приобрел уже сам, так сказать, для разнообразия. Теперь парень гордо носит статус вейпера и вместо дыма сигарет вдыхает фар, который производит необычный механизм. Мне понравилось, как другие люди курят. Мне посоветовали, что через это можно курить, бросить. Из-за этого я давно хотел этот кальян. И как-то на день рождения я намекнул своей подруге, она мне подарила кальян электронный. Часто сейчас стараюсь каждый раз вместо сигарет использовать этот кальян, потому что безвредный. Запах электронного кальяна лучше, чем запах сигарет. Ну и для окружающих тоже, да. Но так ли все радужно? Есть ли реальная польза от электронных девайсов или же они наоборот вредят? Электронная сигарета или механический кальян – это устройство, которое включает в себя сменный картридж и зарядку. В корпусе сигареты установлена батарейка и крошечный парогенератор. А весь механизм активизируется, как только вы делаете затяжку. Обязательным элементом такого девайса является сменная жидкость. Эта самая жидкость – главная причина споров по поводу электронных кальянов. Ведь во многих из них в различной степени содержится никотин, правда, в десятки раз меньше, чем в табачных изделиях. Производители этого не скрывают и советуют кальяны всем, кто хочет бросить обычные сигареты, с каждым разом сокращая дозу никотина и впоследствии перейдя на безникотиновые ароматизированные наполнители. Сменные картриджи вейперы рекомендуют покупать только после предоставления сертификата на товар. Курить электронные сигареты без вопросов можно дома и в специально отведенных пунктах курения. А вот можно ли использовать эти девайсы в общественных местах – вопрос спорный. Употребление табачных изделий в автобусах и парках, где нет урн, запрещено. Но ведь электронные сигареты не содержат табак. Еще одним плюсом электронных сигарет вейперы называют разнообразие форм и полета фантазии дизайнеров. Все зависит от вкуса покупателя и от того, сколько денег вы готовы выложить за это устройство. К слову, официальных заключений про электронные сигареты и кальяны нет. Пробовать или пока отложить в сторону это механическое приспособление покупатели решают сами. Продолжение следует...